Будущее в отношениях между США, Россией, Европой и Украиной. Сегодня эксперты и политики пытались ответить на нелегкие геополитические вопросы во время форума ЕС-2018. И все они так или иначе касались Украины, в частности, влияния войны на формирование глобальной системы безопасности. Продолжит Данил Снисар. На повестке дня насущные для Украины вопросы. Защита собственных границ, окончание войны на Донбассе. На четвертом году боевых действий обороноспособность страны укрепилась. Но работать есть над чем, считают в Вашингтоне. Об этом в своем выступлении рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Теперь мы готовы усиливать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже укрепилась, но все еще остаются проблемы. Мы готовы обсудить с Украиной, что еще ей необходимо. Украине, возможно, нужно подумать над тем, чтобы увеличить количество сотрудников на пропускных пунктах. Найти новые пути для получения пенсии наиболее уязвимыми категориями населения. Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает их гражданами своей страны. Не забыли и про минские договоренности. Их безальтернативность подтвердил и Волкер, и представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Главный месседж закрытые границы, вывод российской техники и войск. Только так удастся закончить войну, уверены политики. И никаких компромиссов быть не может, заявил Леонид Кучма. Одним из приоритетов внешней политики президента Трампа есть Певничная Корея и безъядерный статус. Я хочу вернуться к Украине в этом плане. На основе Будапештского формата Украина отказалась от ядерного оружия. Мы хотели продолжать политику нераспространения ядерного оружия, но пример Украины внушает опасения. Что же касается самой Украины, то мы все же смогли реализовать некоторые идеи. Давайте не преувеличивать масштабы и не превращать конфликт с Россией в межатлантический. Ведь те же санкции вредят обычным людям, живущим как в Европе, так и в России. А давление на Штаты вскоре вновь усилят. В Сенате уже занимаются подготовкой нового закона, направленного на уменьшение энергетической зависимости от Москвы стран Восточной Европы. В самом Евросоюзе про Украину тоже стараются не забывать. За последние несколько лет Украина стала страной за границами ЕС, которая получила наибольшую финансовую поддержку от Евросоюза. Так что поддержка Украины довольно существенна. Но самое главное, чтобы мы были едиными в украинском вопросе. Закрывал последний день Ялтинского форума украинский премьер-министр. Первым делом Владимир Гройсман рассказал об успехах, достигнутых правительством. В частности, удалось добиться экономического роста и начать проводить реформы. Наше завдание полягает в том, чтобы поддерживать экономическое взросление. Фундаментальными основами нашей безопасности и благополучия есть несколько факторов. Это сильная украинская армия, это сильная национальная экономика. И вы погодитесь с тем, что экономика имеет очень серьезный потенциал. Мы запрещено, что мы должны подтвердить демократию в нашей стране. Также премьер призвал демократические страны усилить поддержку Украины, в частности, в вопросе предоставления нелетального оружия. Отметив при этом, что для того, чтобы приблизить мир, усилий одной Украины недостаточно. Данил Снисер, Максим Чеблин. Подробности. Телеканал Интер.